Добрый день, дорогие друзья! С вами Никита, магазин Мир Автокресел. И сегодня у нас на обзоре еще одно автокресло компании RAND. Модель называется Drive. Компания RAND вам достаточно хорошо известна. Модель давно находится на рынке и выпускает самое оптимальное решение в соотношении цена-качество. То есть отличные материалы, пластик, текстиль и при этом достаточно доступные по цене. Модель, которая у нас сегодня на обзоре, находится в группе 0.36. То есть она идет с рождения и до конца пользования, до 150 см роста. Что интересно в данной модели, это механизм поворота. Механизм поворота очень полезен в первую очередь при посадке ребенка. Потому что для того, чтобы комфортно посадить ребенка, вы можете кресло развернуть в сторону двери, соответственно, и вам не надо там как-то изворачиваться, чтобы посадить ребенка. Особенно актуально зимой будет, когда вы тепло одеты, ребенок тепло одет, когда движения стеснены. Собственно, по фиксации против хода движения кресло будет фиксироваться изофиксом. Все достаточно просто. Выдвигаете две направленные кресла. Защелкиваете до щелчка. Придвигаете платформу кресла к спинке сидения. Выставляете чашу против хода движения, если вы начинаете пользоваться им с рождения. И вот, собственно, у вас идет дополнительная фиксация, якорный ремень. Его нужно фиксировать обязательно. Одного изофикса недостаточно. Напомню, якорный ремень у нас помогает избежать опрокидывания кресла. Ну, а так вот схематично вам немного покажу, как все это будет работать. Ремень, кстати, должен заметить, что у вас есть индикатор натяжения ремня. Видите, вот зелененькая полоска появляется, значит, ремень достаточно натянут. Обязательно это проверяйте, потому что вся установка должна быть достаточно плотной. И каким образом будет уходить ремень? Ремень будет уходить вот таким вот образом за, соответственно, кресло. И там дальше вы его уже дотягиваете до скобы якорного ремня. Скобы якорного ремня достаточно просто найти. У нее, соответственно, над этой скобой обычный якорь нарисован. Ну, и когда вы все зафиксировали, соответственно, у вас при установке против хода движения вам ничего не мешает, собственно, ничего не будет мешать. Собственно, само кресло повернуть там боком, посадить ребенка. Также, что еще хочется отметить, как и остальные модели РАНД, данная модель оснащена дополнительной боковой защитой, которая часть энергии удара на себя принимает. Также у нас с вами в кресле для маленького ребенка с рождения есть необходимые все вкладыши. То есть вот подголовник дополнительный, который легко убирается. Соответственно, есть еще вкладка, которую вы будете использовать где-то до трех месяцев. Это плотный такой вкладыш. Приподнимающий ребенка. Сейчас я вам его покажу. Одну секунду. Вот он вот здесь у нас спрятан. Вот этот вкладыш дополнительный вам нужно убрать где-то в три месяца. Ну, сантиметров 60. Вот этот вкладыш, как производитель заявляет, можно использовать до 13 килограмм. Но 13 килограмм это может быть уже двухлетний ребенок, поэтому смотрите в целом. С ним можно возить по необходимости, пока вам нужно убирать дополнительный объем боковой. Как только поймете, что он не нужен, можете его сразу убирать. Вот когда вы убираете все вкладыши, все, уже, соответственно, кресло становится свободней, больше места будет. По фиксации у нас здесь стандартные пятиточечные ремни ребенка в автокресле. То есть, соответственно, это и паховая область, и бедра, плечевая зона. Накладки оснащены антискользящим покрытием, таким силиконовым, очень плотно будут держаться. Ну и, собственно, вся фиксация достаточно просто осуществляется. Также по мере роста ребенка вам нужно будет поднимать подголовник, что же очень просто делается. Вот есть крючочек, колечко, за него тянете, подголовник поднимается. По достижению ребенком 100 сантиметров роста вам нужно будет пристегивать ребенка штатным ремнем. Для этого нужно будет снять внутренние ремни. И помните, что ремни внутренние, они только до 100 сантиметров роста идут. Дольше они не рассчитаны. Под фиксацию штатным ремнем есть специальные направляющие в подголовнике, и нижняя часть будет проходить вот здесь. Как ремни будут сниматься, у вас вот здесь вот есть доступ. Вам нужно их ослабить, и будет скинуть с специального держателя, с специальной железки. Ну а фиксация штатным ремнем будет выглядеть примерно следующим образом. Собственно, как и у всех кресел старшей группы, нижняя часть проходит по бедрам, верхнюю часть ремня вам нужно завести, но в зависимости от того, с какой стороны вы будете кресло ставить, в подголовник. Собственно, вот так вот будет выглядеть фиксация штатным ремнем в старшей группе. И в старшей группе, кстати, от 100 сантиметров роста якорный ремень вам уже не нужно пристегивать. То есть у вас кресло будет держаться на изофиксе, и также кресло и ребенка удерживает штатный ремень автомобиля. Поэтому якорный ремень уже можете не использовать по достижению ребенком 100 сантиметров. Хочется еще отметить, что это кресло рассчитано для использования против хода движения до 18 килограмм. 18 килограмм это как раз таки порядка 100 сантиметров роста, и это более безопасная фиксация. Если у вас ребенок не капризничает и ездит против хода движения, то, конечно же, лучше как можно дольше возите против хода, просто потому что это безопаснее. Нагрузки правильно распределяются. Ну и угол наклона в конце концов комфортнее, то есть спать в положении против хода движения будет комфортнее. То, что вот максимальное положение по ходу движения, а если мы с вами кресло развернем, то угол наклона получается гораздо комфортнее. В целом, что еще хочется отметить? Достаточно интересная такая модель у Ранта получилась. Одна, наверное, из самых интересных и доступных в линейке. С ценами, кстати, можете ознакомиться на сайте, и также можно будет про кресло информацию подробно посмотреть. А вам хочется пожелать хорошего выбора. Берегите своих детей. С вами был Никита. Пока-пока.